Владимир Ильич, скажите мне, как старому комсомольцу, но начинающему рок-музыканту я хочу поднять революцию против пошлости, мата, тупого акина и эклектики в нашей русской рок-музыке. Что мне надо делать для этого? Патенька, мы очень правильно обратились, и как раз мы по этому поводу все делаем. А Аврору привлечь можно будет? Конечно, можно. И сигнал нашим рок-музыкантам, чтобы приобщались к нашему движению. Да, Патенька, мы работаем над этой проблемой. Благословляйте. Благословляйте, товарищи. Я не исправил, Патенька, но благословляю революционную. Вера в вас, товарищи, политическое. Спасибо. Настоящие революционеры всегда за рок-музыку. Потому в ней правда. Правда жизни в ней, Владимир Ильич говорит. Верьте. Самая главная достопримечательность для меня, по крайней мере, для меня, для меня важно, как старого коммунистка. И вот мы приехали к главному рокерскому питерскому месту, крейсеру Аврора. А вы спросите меня, а при чем тут военный корабль и рок-музыка? А я отвечу. Рок имеет два значения. Помимо стиля музыкального, это еще и судьба. Так вот, с этого крейсера был произведен судьбоносный выстрел, ознаменовавший начало Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 году. А рок-музыка это тоже музыка протеста, революционная музыка. Наши рокеры в 70-80-х годах протестовали против застоя, против коммунистического маразма. Вот и группа Влащука СД сейчас протестует против акина, пошлости, мата и бессмысленности в нашей рок-музыке. И если большевики в 1917 году кричали «Долой капитализм!», в 80-х годах кричал «Перемен!», то я кричу «Долой эклектику!» Банальность, пошлость нашей русской рок-музыке. «Долой хэви-метал-попса-шансон!» Вот поэтому это главный символ рок-музыки. Русский. Когда я призвался служить на флот в 1981 году, а тогда это было на три года, то, наверное, как и многие молодые люди, я посчитал, что мне очень не повезло. И мне казалось, что это никогда не кончится. Аж целых три года. В 18 лет это шестая часть жизни. Бесконечность. Но они пролетели как одно мгновение. И с каждым годом воспоминания о службе на флоте становятся все светлее. И приходит все более отчетливое понимание того, как же мне повезло, что я попал служить именно на флот, в корабельный состав, в этот элитный вид войск. Именно здесь, благодаря трудностям и лишениям воинской службы, закаляется характер человека. Он мужает, познает, что такое военное товарищество и мужская дружба. Именно здесь, выгоняя американские подводные лодки из Охотского моря и наблюдая за другими провокациями, я на собственных глазах убедился в не совсем миролюбивом отношении к России, наших американских и японских так называемых партнеров. Именно здесь стало понятно, что наша Родина требует надежной защиты, так как слишком много желающих все у нас отнять и поделить. Именно здесь воспитывался мой подлинный патриотизм, как бы высокопарно не звучали эти слова. И хотя считается, что служба в армии, и тем более на флоте, это потерянные годы, я считаю, что для меня это стало одним из самых ценных приобретений. Я вернулся оттуда другим человеком, с жаждой учебы и позитивной деятельности. Я ничего не потерял, а только приобрел и еще успел стать доктором наук. Надеюсь, что еще успею стать и рок-звездой. А еще повезло потому, что походил по морям, по волнам, увидел, как бескраин и прекрасен наш мир. Сейчас, когда в корабельный состав берут только контрактников, понимаю, что мне действительно повезло служить на кораблях нашего могучего военно-морского флота. Наш крейсер – это символ борьбы за освобождение всех трудящихся от угнетения и капиталистической эксплуатации человека-человеком. Все выглядит очень лаконично и гармонично. Это такая военная красота и совершенство. Вот она, родная матчасть. Я же комендор, то есть артиллерист морской, служил на Терехянском флоте на эсминце, в башне главного калибра. Я был горизонтальным наводчиком. А здесь, я так понял, наводчик одновременно и вертикальный, и горизонтальный. И то, и то делает. Видите, два колеса. Ну, красавица! Орудие красивейшее. Веет от него мощью военной. И мне нравится, что наши люди возрождают. Вот такие восстанавливают, реставрируют, такие прекрасные вещи, делая из него музей. Красота! И я одобряю действия нашего правительства, которое возрождает, восстанавливает и развивает армию и флот, которые есть наши самые главные союзники. Армия и флот. И обратите внимание, очень много спасательных любок. Думали, заботились о матросах, о безопасности. На многих кораблях их выхватает. Помните, на Титаники не хватило шлюпок, поэтому там и люди погибли очень много. Думали, что это шутки. Это не шутки. Безопасность. Вода всегда это опасность. Поэтому думать надо заранее. О том, как спасать. И обратите внимание, здесь палубная доска. На крейсерах всегда раньше была палубная доска. Это потом уже стали железные палубы. А здесь до сих пор восстановлено. Палубная доска, приятно ходить. Когда молодой матрос приходит на корабль, ему дают время на изучение корабля. На маленьких кораблях дают месяц. На средних, типа там, Эсминск, два месяца. На больших, на крейсерах, на БПК дают три месяца. На изучение корабля. Те, в каком месте находится то или иное устройство, механизм, на каком спонголу. За это время, которое предоставляется матросу на изучение корабля, он должен научиться быстро бегать. Быстро бегать. Потому что в случае тревоги боевой, он должен очень быстро спускаться по трапу, не мешать другим. И если он после истечения этого времени не научается бегать быстро по трапу, то на дне начинают старослушатели издеваться. Дают ему руку какие-нибудь тяжести и заставляют бегать по трапу. И такую присказку ему говорят. Бегать, пока член не встанет. А когда матрос бежит по трапу, он должен наступать на каждую ступень. Абсолютно. Перепрыгивать через ступень нельзя, иначе ты ноги поломаешь, ты упадешь. Это принцип четкий. Наказывают. Та-та-та-та-та-та-та-там быстро. Вот чему учатся во время изучения корабля. Впереди, в носу корабля, видите флаг? Он называется Гюйс военно-морской. А белый крест-накрест с синими линиями флаг называется военно-морской флаг России Андреевский. А вот наша гостиница. И где-то там наш номер. Прекрасный, из которого виды на Аврору, и на Мусакия, и на Неву. Прекрасное место. Место силы. Центр силы. Именно поэтому говорю, это главное рокерское место в Питере. И вообще в России, наверное. Вот куда должны ехать настоящие рокеры. Заряжаться силой, энергией, творческой и вдохновением революционным. Радиостанция корабельная. И именно отсюда передавались сигнал вооруженному восстанию. Моряки. Авроры. Хорошо, что сейчас до людей начало доходить. Что все-таки важнее эволюционное развитие. Потому что революции начали перерастать в Майданы. То есть в перевороты. В банальные. А вот это корабельная рында. Которая отбивает склянки. На обед, на ужин, на что угодно. Скляночки, часы отбивает. И полчаса, час. Вот она отбивает. О, великий государь, благослови меня на борьбу. Непримиримую. С тупым акином, матом и пошлостью в нашей рок-музыке русской. Благословляя на рокерские ратные труды. Трудись на благо Родины, Отчизны. Благодарю тебя. Государь великий. ВИВАТ, Россия. Поможите. Да, да. Благословляя. Благословляя. На все ратные и нератные. На все преступные и неприступные. Короче, мальчик бы сурманов, а? Не жаляя шпаги и мяча. Есть, товарищ генерал. Полковник, я был полковник. Полковник преображенского полка. Даже для тех, кто не служил на флоте, вид кораблей военных поднимает дух. Ну, а уж кто служил на флоте, не в пехоте, тот просто восхищение выражает вслух. Аврора Крейсер мощный, гармоничный. Очень красивый, что ни говори. Только как памятник стоит давно статично, как символ революции, что Ленин заварил. И символом протестов против фальши, символом революции идей считается рок радикально-социальный. Порадикальнее Авроры будет полевей. Поэтому считаю, что Аврора по духу к року родственно близка. Можно считать, символом главным рока является здесь именно она. И в свой обзор рокерских мест известных, питерских славных рок-н-рольных мест, Аврору посчитали мы уместным включить и оказать и ей, и року честь. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории вон без цензуры, Расскажет рокер Валащук. Расскажет рокер Валащук.